Приветствую каждого зрителя канала Политбюро. Меня зовут Дина Бернацкая. Сегодня главные геополитические темы, в контексте которых находится Украина, со мной будет обсуждать Максим Яли, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета. Максим, добрый вам день. Добрый вечер. Россия в который раз обстреляла нашу страну, есть жертвы. Если на прошлой неделе это связывали с тем, что проходил саммит G20, то сегодня какую оценку можно этому дать? Смотрите, тут не стоит искать какие-то причины. С G20 это было понятно. Там два в одном, я бы так сказал. Провал переговоров. Путину дали понять, что никто не пойдет на его условия, никто не будет давить на Украину, по крайней мере, напрямую, чтобы усадить его за стол переговоров. И это был такой символичный сигнал подтверждения провала этих переговоров. Лавров улетел заблаговременно. Ах, не хотите? Ну вот, получите. Но в целом мы должны это рассматривать как еще один шаг по реализации стратегии Кремля по выведению строя нашей энергетической системы, критической инфраструктуры. Об этом было уже сказано много и мною лично, уверен, вашими гостями. То есть, осознавая свою беспомощность и бесперспективность на поле боя, терпя одно унизительное поражение за другим на протяжении последних нескольких месяцев, я имею в виду, там, Харьковское направление, позорное бегство из Херсона. Вот они пошли на такой путь, стратегию, чтобы раскачать ситуацию изнутри Украины. К сожалению, небольшие проблески надежды, ну, как мне уже мои друзья сказали, это были проплаченные люди, да, в Одессе, я имею в виду. Вот недавно были протесты, мы видели, из-за отключения света. Второе, это оказать давление на Европу, в первую очередь. Америка тут уже однозначно для нее это не имеет никаких последствий, а именно энергетический кризис спровоцирует априори миграционный кризис. Все мы видим эти заявления украинских властей, мэра Киева, да, к примеру, о том, что, возможно, при худшем сценарии придется эвакуировать как минимум часть города, были там заявления полностью Киев, то есть, естественно, куда эти люди поедут, основная из них часть направится именно в Европу, да, и тут буквально вчера были заявления министра обороны Германии в Лемонт французской, появилась статья о том, что, ну вот, оружие заканчивается и в Европе, и даже в США они приплели. Министр обороны Германии сказал также, что критической черте подходят эти запасы, а мы должны оставить себе еще. То есть, мы видим, такой нарратив формируется у наших европейских партнеров, прекрасно осознавая, что прямым текстом говорить, да, давайте договаривайтесь уже, да, у нас тут зима скоро, платежки, мы должны заботиться о своих избирателях и так далее, они прекрасно осознают, что это, мягко говоря, мавитон в нынешних условиях, такие нарративы уже формируются. Но Данилов сегодня сказал в связи с тем, что произошел обстрел, он сказал, что никаких переговоров быть не может после сегодняшнего обстрела. Нет, мы-то прекрасно это все понимаем, что нас не сломить таким образом, абсолютное большинство украинцев выступает против прямых переговоров с Путиным, тем более, учитывая, что совсем недавно замминистра иностранных дел еще раз озвучил, что условия Кремля непонятны, да, вот эти аннексированные, но неконтролируемые территории Украины, в первую очередь там Запорожская область, да, Херсонская, 45% Донецкой находятся под контролем ВСУ по-прежнему, они будут, они включены в состав России, и она не собирается от них отказываться, даже после бегства Херсона, даже несмотря на то, как смешно это выглядит, они все равно ставят целью полностью захватить эти территории. А как они это могут сделать? Лишь полностью дестабилизировав внутреннюю ситуацию, пытаясь раскачать о том, что я говорил, так что мы должен, обычно я стараюсь успокаивать зрителей, знаете, но здесь лучше горькая правда, чем сладкая ложь, как говорится, да, это удар очередной, и он не последний. Вот мне сегодня как раз там мои инсайдеры, так сказать, люди, которые имеют доступ к информации, сообщили даже предположительные даты следующих ударов. Поделитесь с нами. А зачем? Ну, смотрите, я скажу лишь так, да, вот у нас спорят ставить елку, не ставить елку, да, петиции там выставляют в Киеве, да, в других городах, ребята, ну, поверьте мне, учитывая гнилую сущность, да, этого режима, и вот как они нам паскудят, не имея возможности, Новый год они попытаются нам испортить. Я, по-моему, предельно... Готовимся к худшему, но надеемся на лучшее. Это еще нужно, я уверен, и по моей информации, и до этого будут еще удары. То есть, смотрите, мы видим, то там к понедельникам нам приучали, да, там они наносили, там вот сегодня среда, тут как бы суть не в дни недели. Ну, понедельники они объясняли тем, что это такой, знаете, психологический ход, чтобы сорвать абсолютно все планы украинцам и заряд энергии на всю неделю. Среда, как мы видим, да, как говорится, почему, сволочи, не по графику, да, если так попытаться... И смешно, и хорошо. Да, ну, а что нам остается, только пытаться как-то друг друга подбадривать, смеши, веселить, тем не менее. Будут удары, будут еще, они уже просчитают заодно, тут два фактора, как быстро мы восстанавливаем систему, да, к примеру, там, после, там, крайнего, ракетного удара, наша энергосистема вообще поделилась надвое, там были отказы на западной украине атомных станций, мы восстановили, мощности восстанавливаем, но, увы, не только вооружение, запасы, я имею в виду, заканчиваются на западе, но и соответствующие оборудования, трансформаторы. Хотя мы их можем производить, вчера прекрасный анализ по этому поводу прочитал, и можем достаточно кратчайшие сроки. Но это отдельная тема, не международная. Вы сказали о том, что они хотят раскачать ситуацию внутри Украины, но им это абсолютно не получится. Если говорить по поводу Молдовы, Кишиню, вера от районов Молдовы остались без света, об этом сообщает вице-премьер страны. Как это повлияет на дальнейший ход событий? Или точно так же никак, как ракета, которая упала на территорию Польши, куда более было значимое? Ракеты Польши, это немножко другая тема. Смотрите, попадали также уламки ракеты в Молдове ранее. Да, смотрите, ну мы же говорим об энергосистеме. Для Кремля это, так сказать, побочный эффект. Даже несмотря на то, что без света оказалось Приднестровье, это такой пророссийский анклав, во главе которого стоят российские марионетки. Это тоже неконтролируемая территория по типу Ордло. Но они готовы. Просто это взаимозависимость энергосистем. Нанесли по мощностям, по распределительным станциям на территории Украины, через которые шло энергоснабжение Молдовы. Как все это прекрасно знают, я уверен, тут не нужно быть экспертом, что мы экспортировали часть электроэнергии в Молдову. В Молдову они от нас зависимы в этом плане. Поэтому они разделяют эту участь печальную, когда вот такое происходит в Украине. На них это также сказывается. Мало времени. Давайте еще обсудим одну тему, которая является важной. Европарламент признал Россию государством спонсором терроризма из-за ударов Российской Федерации по гражданским объектам Украины, энергоритической инфраструктуре, больницам, школам и убежищам. Зеленский поприветствовал решение и заявил, что Российская Федерация должна быть изолирована на всех уровнях и привлечена к ответственности. Но если вспомнить, в октябре ПАСЭ признала правящий режим в России террористическим. И тогда специалисты объясняли, что в принципе де юре никаких последствий для этого нет. Как данная резолюция, Европарламент, голосование, их повлияет на дальнейшую историю войны российско-украинской? С точки зрения права, аналогично, де юре, никак. Потому что, во-первых, даже резолюции Европарламента, они носят рекомендательный характер, они не обязательны к исполнению. Это не значит, что после этого все правительства тех государств, частик из которых уже признали на внутреннем уровне, я имею в виду в своих парламентах, как страны Балтии, к примеру, первыми это сделали. Не будет последствий, но и главное, чтобы быть кратким и предельно ясным. Еще в 2020 году, когда Путин уже, естественно, и строил планы и о полномасштабном вторжении, и о продлении своего пребывания на российском троне, он предусмотрел все подобные развития сценариев. А именно, они внесли поправки в свою Конституцию. Мы помним, как все на коленках, там, голосовали бабушки по пять раз, да, фарс изнасилования Конституции, но тем не менее. То, что внутреннее законодательство имеет приоритет над международным. Если раньше это было по-другому, в 90-х годах, когда Россия европеизировалась, вестернизировалась, да, когда связи с Западом после крушения Советского Союза налаживались, были главными партнерами, то сейчас мы смотрим, это еще один шаг по возвращению к Советскому Союзу реинкарнации, да, этой кровавой империи, крушение которой для Путина было главной геополитической трагедией 20-го века, если его цитировать буквально дословно. Поэтому, увы, увы, они приняли необходимые механизмы, даже это касается, вот у нас была еще, казалось бы, хорошая и важная новость для нас, решение голландского, нидерландского суда по MH17, да, где также признали виновными в исполнении теракта сбития Боинга индонезийского в 2014 году. Точно так же, именно согласно этим поправкам, которые я упомянул, они не обязаны выдавать этих международных преступников, даже несмотря на то, что их вина доказана, потому что это пособники. Я бы так сказал, знаете, я вот даже у себя написал пост и связал с ракетным ударом, да, вот с утра, даже раньше, принял резолюцию Европарламента, государство спонсор терроризма. Путин возмутился, как это так, что значит спонсор. Государство это я, если вспоминать Людовика XVI, да, его крылатую цитату, его власть также абсолютно, в России Путин, я и есть государство, я и есть террорист. Не верите, получите вот еще один залп ракет и еще одно подтверждение моей террористической тактики по уничтожению критической инфраструктуры, а не военной, от которой страдают миллионы простых граждан, которые остаются без светла, воды, в больницах не делают операции, ну и так далее. Я уже не говорю о прямых жертвах этих кровавых терактов, так что как-то так. Так вот за что оказывается, что их признали террористическими государствами. Спонсором, а не террористом. Называйте вещи своими именами. Спонсором, хорошо. Давайте поговорим и обсудим еще одну тему. Есть информация о том, что Россия прорабатывает с ООН вопрос возобновления работы АМИАКО-провода от Альятти-Одессы. Поставки по нему были выгодны всем сторонам. Об этом заявил Путин. А как же санкции? А как же мы боремся против России? Мы помним, когда на G20 встречался, в принципе, Лавров с Гутерришем. То есть они тогда еще договорились об этом. И сегодня это уже мы пожинаем плоды? Нет, смотрите. Были такие слухи о том, что условием возобновления, вернее, продления зерновой сделки, которую Россия продлила на 120 дней автоматически, было как раз запуск АМИАКО-провода. Это миллиарды долларов, которые зарабатывала Россия, транспортируя свой АМИАКО в порт Одессы, потом в Европу. Чего тогда вопрос, если это было одно из условий? Почему они заранее это не были, а уже сейчас? Так вот, уже официально подтвердили, что это не было условием, таких договоренностей нет. Дыма без огня не бывает. Безусловно, Россия заинтересована. Но это нужно рассматривать в комплексе. Они же говорили и грозились не продлить зерновую сделку. Почему? Потому что, ай-яй-яй, санкции продолжают действовать. Россия не может продавать свое зерно и минеральные удобрения, потому что введители не могут быть застрахованы суда, которые их должны транспортировать, а своего флота у них нет, как и таких страховых компаний, которые пользуются репутацией во всем мире. Да, и вроде как ГТР пообещал эти ограничения снять. Но это очередное. Мы видим элементы подковерной борьбы, переговоров. Естественно, Путин в этом заинтересован. Но пока, пока подчеркну, такое решение официально, по крайней мере, не принято, не объявлено. Поэтому кричать «зрада, зрада» пока еще рано. Спасибо. Спасибо, что расставили нам все точки над «и». Максим Яли, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета, был с нами в нашем информационном часу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои вопросы. Мы работаем для вас. И, конечно же, в следующих программах мы с Максимом дадим ответы на ваши вопросы. Берегите себя и до скорой встречи. Субтитры подогнал «Симон»